Это проект «Эксперты» на телеканале «Атамикен Бизнес». Я Каиржан Смоголов. Здравствуйте! Казахстанские власти готовят новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Как написал в Твиттере президент Кацинбромар Токаев, цитирую, «внимательно ознакомился с обращением представителей МСБ. Поставленные проблемы в нынешней чрезвычайной ситуации являются актуальными. Все просьбы и предложения будут тщательно проанализированы. Одновременно рассматриваются и другие меры». Конец цитаты. «О принятом решении объявлю после завершения работы по новому пакету социально-экономических мер», добавил далее глава государства. Обращение МСБ, о котором говорится в тексте, это коллективное открытое письмо владельцев ресторанного бизнеса. Его подписали главы 34 компаний. Предприниматели, у которых работает в общей сложности 21,5 тысячи человек, рассказали о том, что многие заведения закрылись, а в тех, что еще действуют, выручка упала на 90%. Предприниматели просят освободить их от всех налогов до конца года, выделить беспроцентную финансовую помощь и отменить процентные штрафы и пени на кредиты. Предложений много. Бизнесмены подчеркивают, что готовы к любому диалогу. Только вместе мы сможем преодолеть эту непростую ситуацию. Такими словами заканчивается открытое письмо предпринимателей президенту. Между тем, в НПП Атомикен решили начать акцию с хэштегом «Поддержим МСБ». Телеканал Атомикен Бизнес и наш проект «Эксперты» не остались в стороне. Мы тоже будем рассказывать по мере сил о насущных проблемах людей дела, о том, как их можно решить при содействии госорганов, региональных палат предпринимателей и даже самих бизнесменов. Вот, кстати, с такого необычного примера и начнем. На прямой связи из Уральска по скайпу со мной находится Хуанжан Абатов, владелец одного из местных торговых домов. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите, пожалуйста, о своем бизнесе. Ну, значит, как бы тот район, когда в 2014 году я купил участок, вот, он только развивался, этот район, вот, ну, я понимал, что город развивается в ту сторону, вот, мы построили первый у нас, получается, торговый центр, у нас по квадратуре он примерно где-то около 7 тысяч квадратов, вот, ну, да, сперва, конечно, было очень тяжело, вот, но со временем мы, как бы, раскрутили, вот, и сейчас, и сейчас до, до кризиса, вот, до этого пандемии, как бы, ну, чувствовали себя, ну, очень хорошо даже, если честно, вот. Ну, да уж, кризис действительно многим предпринимателям попортил жизнь. А вот у вас в Уральске как сейчас дела обстоят? Ну, смотрите, лично моя, как бы, моя история, мой торговый дом, и поэтому у каждого, у каждого торгового дома, у каждого хозяина будет, ну, по-разному. Поэтому я что хочу сказать, что, ну, знаете, мне, наверное, повезло. Я до пандемии в феврале выплатил последний мой кредит, вот, поэтому кредит мне, ну, вообще не давит, у меня нет. Но, и я еще раз повторюсь, это, как бы, моя история. Я понимаю тех людей, предпринимателей, которые, ну, реально в кредиты, да, и здесь вот, ну, как бы, нужно очень аккуратно подойти, потому что, знаете, кредиты могут задавить человека, да, и могут просто разорить. Вот здесь, ну, должно, как бы, подход, чуть ли не индивидуальный подход, разбираться во всем. Ну, у меня, как бы, нормально, все хорошо, вот, мы работаем, но в связи с пандемией, как бы, мы тоже закрылись. Вот, ну, еще раз повторюсь, как бы, там у меня немало арендаторов, все-таки 7 тысяч квадратов из них, просто, как бы, супермаркет, мы, мы сами работаем, супермаркет, у нас там тысяч квадратов, да, ну, мебельный у нас там, как бы, работает, ну, и много арендаторов. Но в связи с этой пандемией, как бы, мы им вообще аренду и плату убрали, потому что мы их очень прекрасно понимаем, что, ну, у человека просто, ну, нету выплатить, да, вот они все объясняют, там, у нас товар застрял, у нас кредиты, там, и так далее, и тому подобное. Я просто подхожу со своей точки зрения, как бы, мне ничего не давит, у меня все, как бы, нормально, я хочу, вообще, как бы, моя цель, кто рядом со мной, тоже хорошо, как бы, вот, поэтому мы с пониманием относимся и вообще убрали аренду и плату, может, там, если честно, да, мы даже готов чуть-чуть кому-то помочь, но чтобы выплали, вот, именно вот эта ситуация, она, ну, очень тяжело. Мне кажется, мне, я уже сам не взрослый человек, да, но такую ситуацию, я честно говорю, чтобы карантин объявлять, ну, это очень сложно, очень сложно. Потоп людей упал, люди стали, ну, как бы, только продукты покупать, поэтому, как бы, я их всех понимаю прекрасно. Ну, по-моему, это отличный пример предпринимательской солидарности. Как вы думаете, можно вот так вот вместе, сообща, справиться, собственно, с кризисом? Ну, вы знаете, здесь, честно скажу, здесь, ну, как бы, мое мнение не совпадет со многими мнениями, потому что, ну, вы знаете, я считаю, что здесь сложно, сложно, как бы, подобрать механизмы действия, чтобы они, как бы, вот, сейчас подработали, потому что это такая ситуация, это, ну, единственная, да, и с ней никто не сталкивался абсолютно. И сейчас, как действуют власти, как действуют предприниматели, да, ну, это просто, как бы, ну, благо, хорошо, честно скажу, взаимопонимание, конечно, есть со всех органов, понимание там и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому скажу, что самое главное стоит вот именно это, что мы друг друга понимаем, мы хотим выйти из этого положения, поэтому, ну, знаете, и, значит, все нормально будет, если мы сейчас понимаем друг друга, мы поймем, да, да, конечно, есть какие-то, ну, нюансы, моменты там, они всегда будут, но я думаю, что все будет нормально, все будет хорошо. Ну, тяжело, конечно, но будет все хорошо. Напомню, что на прямой связи из Уральска по скайпу со мной был владелец одного из местных торговых домов, Куанчжан Абатов. Большое вам спасибо. Спасибо, до свидания. Между прочим, с проблемой оплаты аренды столкнулись более половины предпринимателей, обратившихся за помощью в НПП Атамикен. А всего их свыше 11 тысяч, причем 86% представляют сектор МСБ. А какие типичные трудности испытывает бизнес в Западном Казахстане? Этот вопрос мы адресовали директору Палаты предпринимателей ЗКО Багдаулету Ибраимову. Это вопросы по касательно закрытию непродовольственных магазинов, это торгово-развлекательные центры, где держатели, скажем, бутиков, они говорят, ну, как бы много вопросов, как теперь будет, будет ли какая-то помощь со стороны государства, будут ли какие-нибудь обречения со стороны, ну, они как, они как, арендуют. Так как коллекции сегодня на сегодняшний день не работают, они вот, много вопросов касательно, будут ли какие-нибудь послабления со стороны арендодателя. Какую работу мы провели? Мы собрали на одной площадке РПП всех руководителей всех больших торговых центров, у них, у нас их пять, да, с ними переговорили, на сегодняшний день все данные коллекции, они предоставляют отстройку по выплате по аренде. Как бы, следующее, что, какие вопросы очень много задают. Вопросы задают те предприниматели, которые брали кредиты, ссуды через государственные программы, через дорожную карту бизнеса, через ЕМБЕК, это программа экономика простых вещей. Было очень много звонков, обращений касательно, будут ли какие-нибудь поставления со стороны финансовых институтов, это банки второго уровня, это дочерние компании «Казагра», это фонд финансовой поддержки, сельского хозяйства, агрокредитная корпорация. Да, на сегодняшний день мы уже все знаем, что данная работа проводится, банки дают до трех месяцев отстройку по кредитам, и сегодня даже был, то есть вчера был известен о том, что дочерние компании «Казагра», они на сегодняшний день тоже идут на встречу и индивидуально всем дают определенные, скажем, обречения по кредитам. А на ваш взгляд, решить эти проблемы можно на месте, в регионе, местными силами, или тут не обойтись без вмежательства каких-то центральных государственных органов? Те вопросы касательно торговых центров, касательно рынков, базаров, которые на сегодняшний день, к сожалению, не работают, касательно много вопросов было по выезду наших экспортеров в другие страны, или же там в другие области нашей республики. Было очень много звонков. Все региональные вопросы, это по выезду автотранфорка, скажем, через наши границы, или же касательно местных, тех же торговых центров и так далее, это мы все решаем на местном уровне. А вот что касается банков второго уровня вопросов, что касается финансовых институтов, эти все вопросы мы направляем в центральный аппарат. Я понимаю, что не бывает каких-то универсальных решений, но тем не менее, может быть, у вас есть видение, что и как делать дальше? Палата предпринимателя, она работает 24 на 7 в Уральске, работает в пол-центре. Но самое важное на сегодняшний день не паниковать. Конечно, в любом случае данная ситуация нам будет влиять на развитие бизнеса. В любом случае бизнес. Ну, как бы, там вопросов нет. Единственное, сейчас что нужно, самое главное, без паники, это как бы всегда держать на контроле, быть на связи с бизнесом, принимать все звонки, какие вопросы, это все мы, как бы, как бы, собираем в одно и те вопросы, которые можем решать здесь на местном уровне, мы решаем те вопросы, сложные вопросы, которые, как бы, должны решаться, как бы, на деспубликанском уровне данный вопрос, мы тоже центральный аппарат, как бы, направляем. Вопрос, в принципе, в целом ситуации под контролем, такого, скажем, раздействительного работы каждый день ведется, мы работаем 24 часа в сутки, и колл-центр работают, как бы, работают, да, и будем продолжаться. Ну, то есть здесь главное не паниковать и стараться решать проблемы как-то поступательно. Да, 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 да. Единственное, еще раз хочу повторить, это вот в основном вопрос это услуги, ну, при предприниматке, которые предоставляют услуги, это те же продажи одежды, это парикмахерские СТО, автомойки и так далее. Вот, как бы, больше вопросов поступает, конечно, на этих, чем потом, но все равно, ну, это не многие, не все собственники, в основном это, в смысле, те предприниматели, которые арендуют, скажем, или бультич, или контейнеры, и так далее, и так далее. Вот, потом очень много вопросов предприятия, многие обращаются касательно, это вот как-то получить вот 42 500 пенгер, те ребят, которые вы собрали своих работников, опять же, через управление координацией занятости Заводной Афганской области, через Центр занятости прокуратуры, данный вопрос мы с ними отрабатываем. На сегодняшний день, опять же, вот такого, скажем, выполнения нету, все работает стабильно, мы как бы отрабатываем все вопросы, которые поступают от малозрения бизнеса. Напомню, что это был директор Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области Багдаулет Ибраимов. Спасибо вам большое. Напоследок добавлю, директор Департамента правовой защиты предпринимателей НПП Атамикен Шангас Темер напомнил бизнесменам, которые арендуют площади в госучреждениях, что с 20 марта они освобождены от оплаты арендных платежей по государственному имуществу на три года. Для этого на портале госреестр.кз необходимо с помощью ЭЦП подписать дополнительное соглашение к договору аренды. Кроме того, он обратился к владельцам коммерческой недвижимости с призывом пойти навстречу бизнесу. Цитирую. Понятно, что арендодатель не может работать себе в убыток, потому что иначе у него запустится цепочка неисполнения обязательств перед третьими лицами, и он тоже попадет под штрафные санкции. Но мы готовы помочь в решении проблем с банками, налоговой, отпуском для работников. С какими бы проблемами вы не столкнулись, мы готовы подключиться с тем, чтобы вы ослабили нагрузку на арендаторов. Конец цитаты. Надеюсь, этот призыв будет услышан. Это все на сегодня. Всего доброго. И не забывайте про хэштег поддержим малый средний бизнес.